В полумраке подъезда всей комиссии и не уместится. Первый адрес, на который отправился Олег Хромов, строительная 4. Этот дом один из старейших в городе. Ремонт для него насущная необходимость. Главе района нужно все потрогать, все тщательно осмотреть и вынести вердикт. Вот смотрите, самые простые элементарные вещи. Вот можно закрыть? Все, закроем. Коробочкой. Можно. Понимаете, элементарная вещь, крышечка. Рубль 50 стоит на рынке. Завтра, что это? Каждое пожелание тщательно протоколируется. Исправить мелкие недочеты сотрудники управляющей компании обещают в кратчайшие сроки. Но для жителей то, как сейчас выглядит подъезд, уже большая радость. Чисто и аккуратно. Жители этого дома довольны вот этим ремонтом. Как он называется? Это текущий ремонт. Это технический. Все направляются на улицу и здесь главу обступают горожане с множеством вопросов. Один из самых животрепещущих. Будут ли жителям этих уже довольно ветхих строений давать новое жилье? Ответ однозначный. Переселение домов будет, как только мы получим новое жилье в 6 микрорайоне от инвестора. У нас срок ввода этих домов 18-й год. Надо отметить, что на такие встречи собираются не только живущие в конкретном доме, но и порой просто прохожие. Ведь и они тоже жители города. И на их вопросы приходится отвечать всем участникам инспекции. Жители, естественно, подходят с других домов, которые либо не включены в программу, у которых либо другие какие-то проблемы. Ну и вот приходится на эти вопросы оперативно отвечать. Дома маленькие, сбор очень небольшой. И надо очень точечно расходовать эти средства, чтобы они пошли на дело. Следующий адрес, на который отправился глава вместе с комиссией, заводская 14. Идти решили пешком. И, как выяснилось, не напрасно. По пути глава района указывал на неудовлетворительную уборку улиц, отсутствие урн на остановках общественного транспорта, но ненадлежащим образом спильные деревья, сломанные недавним ураганом. Завтра на него может налететь ребенок, ехать на велосипеде. И мы потом кому-нибудь рассказывать. У дома на заводской 14 люди уже ждали главу. И сразу, без долгих предисловий, начали рассказывать о своих проблемах. Одна из главных – отсутствие детской площадки. Даже место для нее есть подходящее. Поиск решения начинается тут же. Александр Борисович, а если нам по губернаторской программе поставить то, что нам предлагали, нам нужно будет сделать только основание. Да, ну там 450 метров, если войдет. Губернаторская программа предлагает... Нам сейчас предлагают четыре площадки. После прогулки вокруг дома зашли внутрь. Здесь тоже было замечено несколько недочетов. Но в целом, так же, как и настроительные, жители ремонтом остались довольны. В данном случае людей больше интересовала окружающая инфраструктура. Приходим с одним вопросом, а жители задают другие вопросы, которые, ну, наболевшие, если даже они, ну, в чем-то были пропущены или где-то, ну, по каким-то причинам. И вот благодаря главе, как бы, все это сразу решаются многие вопросы. Продолжилась встреча уже на улице Гаевского, где жители пожаловались на шумное соседство с магазином «Пятерочка» и на неудачную организацию дорожного движения. Но постепенно вокруг главы образовалась большая группа людей. Каждый задавал вопрос и получал исчерпывающий ответ. Практически все в моей работе заключается и начинается с подобных встреч. Если вы обратили внимание, я готов выслушивать до последнего вопроса. Я понимаю, что они начинают повторяться. И вот сегодня это не исключение, когда люди, которые в ходе встречи просто подошли, они не слышали первой части, а я уже подробно дал ответы. Я все-таки считаю, что с определенным упорством будет правильно еще раз повториться. Такое неформальное общение уже стало традиционным и будет продолжаться впредь. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Видное ТВ.